здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем виноградном канале зовут меня Светлана и сегодня мы вновь с вами разговариваем об уходе за молодыми саженцами винограда как вы помните самое основное это полив правильный полив и сегодня я вам расскажу о таком приспособлении как лагомеры расскажу вообще ну стоит ими пользоваться или нет пару слов вступления помним один из важнейших пунктов ухода это полив и очень важно как не пересушить хотя пересушить саженец конечно это плохо но не настолько критично как переувлажнить и как понимать вот этот баланс как его чувствовать конечно с одной стороны у нас могут быть такие прозрачные баночки и вроде бы нам немножко видно да вот приблизительно вот настолько он просох уже можно полить я специально все сейчас снимаю перед поливом чтобы это было нагляднее то есть когда прозрачная баночка ну мы можем немножечко посмотреть и сориентироваться если у нас баночка матовая может быть вы в черный пакет и высаживаете то увидеть уже гораздо сложнее вроде бы как бы немножко можно внизу видеть более темную почву но это не значит что она например достаточно влажная и скажем так торговля наша предлагает вот такие штуки влагомеры они могут быть в нескольких вариантах это просто влагомер как видите здесь такая тройная шкала красный зелененький синенький то есть сухо влажно и и очень влажно такая же штука может быть еще здесь переключателем которая меряет ph и меряет достаточно ли света в зависимости от того есть эти переключатели или нет может различаться цена на вот эти вещи мы покупали на алиэкспрессе если вдруг решите там покупать то обращайте внимание иногда в описаниях это может быть три в одном а в итоге придет вот такой не три а всего лишь один в одном кроме того в магазинах которые именно заниматься продажей различных товаров для сада и огорода тоже такие штуки можно найти ну понятно что там цена будет выше ну вот насколько эта штука полезна сейчас вам расскажу и вообще как ей пользоваться то есть мы берем какой-то наш саженец опускаем практически до дна ну вот видите он нам показывает что здесь сухо и требуется полив при этом я обращаю внимание что тургор у листиков хороший лист блестящий то есть растение себя чувствует хорошо и специально мой такой подопытный кролик сейчас я покажу вам поближе то есть видно до корешки и конденсат как вы думаете что будет здесь сухо сухо или не сухо сейчас посмотрим я то уже знаю и смотрите он показывает очень сухо то есть это тоже требует полива но обратите внимание то есть даже очень сухо это не значит что высохло все 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 там еще может быть конденсат и может быть влажность давайте возьмем еще кого-нибудь что я хочу всем этим сказать показать вот эти штуки да они делают определенные измерения но ими тоже надо правильно пользоваться то есть для винограда вот если бы ну поддержали вот этот стакан то был бы очень ощутим он тяжелый то есть конкретно вот это растение пока что полива не требует но предыдущие предыдущие требуют вот пока не буду доставать значит смотрите если он показывает драй сухо но на уровне троечки то поливать еще не надо вот когда между 1 и 2 даже двоечку можно еще не поливать напомню что для винограда перелив страшнее чем не долив то есть если вы вдруг решите пользоваться такой штукой в некоторых случаях она действительно удобно особенно когда у растений еще мало зеленой массы растение еще не так сильно поглощает влагу и вот он скажем так наш опасный момент значит можно этим руководствоваться но повторюсь то есть когда вот у нас ближе к троечке между двойкой и тройкой ничего делать не надо когда уже совсем он показывает нолик либо единичку можно немножко полить то есть на это надо обращать внимание и конечно конечно сейчас покажу еще одного это мой саженец недавно я высадила смотрите что он показывает вот если он показывает такую штуку вот в синий то это уже не хорошо он переувлажнен но это только высажен то есть для него в принципе не очень страшно но для вас это может быть сигналом то есть если вам сложно измерять влажность если вы не совсем понимаете вас ценные саженцы и вы решили такую штучку приобрести на сегодняшний день то что я говорила три в одном именно в наших садовых магазинах в районе 20 белорусских рублей насколько это в другой валюте щелка вы считаете сами то есть вот он показывает сильную влажность и тогда точно поливать не надо более того я вам рассказывала что самый удобный вид полива который нас может несколько защитить от перелива перелить можно все что угодно я хочу чтобы это тоже услышали и никто вам не даст каких-то универсальных пропорций сколько поливать потому что растение развивается по-разному листовая масса у него разный грунт разный влажность температура в помещении очень много параметров и поэтому вывести какую-то универсальную формулу просто невозможно но частично вот такие штуки нас спасают потому что то растение которое влажное и то растение которое сухое не по-разному будут убирать влагу и повторюсь вот такие поддоны где-то 18 стаканчиков у меня стоит в этом поддоне я наливаю приблизительно пол литра сюда воды но где-то за минут 20 впитывается и на неделю этого хватает но с развитием листовой массы как только у нас начинают все нарастать растение начинают поглощать больше и если например у вас не очень много саженцев они все стоят в одной емкости я вам показала то что один вот этот вот я его недавно высадила он сильно увлажненный и держать его в емкости со всеми остальными даже несмотря на то что они сухие и быстро поглотят влагу все равно не стоит на момент полива вот этот сильно увлажненный мы отодвигаем в сторону остального полили этот назад поставили после того как вся влага впиталась ориентировочно тоже скажу что где-то наверное минут за 40 вот эти 18 растений пол литра воды поглощают ну так тоже цифры очень приблизительно и вот эта вещь ну как бы с одной стороны это не панацея но вам если сложно если ценные какие-то сорта если они так допустим слабенькие ну такой тоже может быть где-то может быть черенок быть и не очень качественно может где-то пересушили может просто вот по какой-то причине иногда бывает хороший сильный черенок но почему-то он растет например очень слабенько и за ним нужен хороший уход чтобы все-таки дать ему возможность развития в таком случае конечно эта вещь поможет но помню для винограда это красная шкала причем красная на уровне 12 как только она переходит в другие границы значит это сигнал что поливать такое растение не следует и в принципе если они стоят у вас в емкости общий то помним мы ее достаем на сегодня это все что я хотела вам рассказать большое вам спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы а под видео нажав кнопку еще будут мои контакты и ссылка на каталог наших сортов винограда до новых встреч пока